Путешествовать всегда приятно, но если вы не рискнули оставить дома своего любимого питомца, то этот праздник может получиться не таким уж и ярким. Как сделать так, чтобы совместное путешествие завершилось благополучно, узнаем сегодня в нашем эфире. Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений, программа «Зверский понедельник». У нас в гостях, давайте знакомиться, Светлана Гинсбург, директор ветеринарной клиники, врач-терапевт. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Ирина Власова, волонтер фонда помощи бездомным животным. И еще один гость у нас есть, замечательная собака, лучший друг человека по имени Рекс. Поподробнее о том, какая у Рекса была судьба, узнаем чуть попозже. Но хочу напомнить нашим зрителям, что вы тоже можете стать участником нашей сегодняшней программы. Звоните нам в скайп или по телефону прямого эфира, или оставьте свои комментарии на нашем сайте. Для начала, Светлана, к вам такой вопрос. Хотелось бы узнать, когда человек встает перед выбором, брать с собой собаку, кошку, какого-то, не знаю, харька, например, да, или не брать. Чем нужно мотивировать решение все-таки взять питомца с собой, да, то есть что вот таким вот является противовесом вот в эту сторону именно? Ну, во-первых, если переезд связан с постоянной сменой места жительства, естественно, вы не оставите своего любимца, неизвестно где, неизвестно с кем. А если командировка, отпуск? А если командировка, ну, в командировке, как правило, животных не берут. А вот в отпуск, да, тут надо взвесить все за и против, потому что переезд не очень простое дело, перевоз животного, особенно в другую страну, это дело такое хлопотное. Но, с другой стороны, если животное не может обойтись без вас, вот, и действительно оно настолько преданное, и вы его настолько любите, что не можете доверить кому-то другому, ну, тогда встает вопрос о том, что его надо брать с собой. Ну, все-таки вот многие не решают портить, да, так скажем, свой отпуск, свое путешествие вот таким вот багажом лишним. Почему вот, почему такие страхи существуют? Неужели это так сложно взять с собой питомца? Смотря куда вы собираетесь ехать отдыхать. Если в пределах страны, то это не очень сложно. Если вы собираетесь выехать за рубеж, то я еще раз говорю, что это достаточно хлопотное дело. И поэтому надо заранее позаботиться о перевозе своего любимца, чтобы не столкнуться с неприятностями в самолете, в поезде. Да, что и как сделать, узнаем чуть попозже, после нашего опроса. У нас есть опрос, Анастасия Матвиенко узнала у жителей нашего города. Как правильно путешествовать с домашними питомцами? Здравствуйте! Корреспонденты ИТВ каждый день проводят опрос утерки. Животным тоже нужно отдыхать. Собрались за границу? Захватите друга с собой. Но как же правильно подготовиться к путешествию? Сегодня узнаем у жителей Екатеринбурга. Паспорт иметь обязательно. Прививки все должны быть. Если прививок нет, если куда-то ехать, билет обязательно должны покупать на собаку. Как на живого человека я бы взяла и медикаменты, и, может быть, и теплые вещи, и какой-то домик, не знаю, клетка. Во-первых, на чем он? Каким видом транспорта воспользуется? То есть там ограничения же есть свои, там картинки, там туда-сюда. И знать также, в какую страну едет, возможно ли туда возить своих домашних животных. Для кошки надо, конечно, взять эту посуду его обязательно, корм обязательно. Собаку оставляю дома с родственниками. И животные испытывают значительно меньше стресс, нежели чем при перелете, еще и переезде в какой-либо другой регион. Мои животные комфортно чувствуют себя около меня. Вот это был бы самый важный фактор, чтобы они находились рядом. Владельцы животных, которые серьезно держат каких-то питомцев, которые за них заботятся, при переезде за границу должны проконсультироваться в какой-то клинике, там ветеринарной, какую-то справку, наверное, взять. Ну и там сопутствующие товары. Делитесь своим мнением и вы оставляйте свои комментарии на нашем сайте, ну или звоните нам в скайп и по телефону прямого эфира. Ну вот, хотелось бы узнать, Ирина, вы как добирались с Рексом? Мы с Рексом приехали на машине. Как он себя чувствовал? Рекс прекрасно себя вел в машине, был очень любопытен, смотрел в окно, не отрываясь, то есть ему было все интересно. Не мешало процессу? Нет, он сидел на заднем сиденье, то есть во время движения я боялась того, что он будет пытаться перепрыгнуть ко мне вперед, но нет, он очень себя прилежно вел и просто смотрел в окно. То есть машина такой хороший вариант, когда можно, например, взять с собой собаку куда-то, поездку, не только на дачу, но и какие-то длительные путешествия спокойно себя ведут, такие особенно крупные, да, собаки. Ну вот вернемся к справкам, документам, какие вот нужны в первую очередь, если хозяин решился куда-то выехать, может быть какие-то прививки, свидетельства, паспорта? Ну, как правило, для выезда за пределы области, тем более за границу, необходимо ветеринарное свидетельство. Его получают только в государственной ветеринарной службе, в частной клинике такие свидетельства не выдают, мы очень часто с этим сталкиваемся. Вот такое свидетельство выдается за три дня до поездки. Для того, чтобы получить такое свидетельство, на руках надо иметь вот такой ветеринарный паспорт. В нем, что в нем находится? В нем обязательно фамилия, имя, отчество, данные собаки и обязательно вакцинации. Прежде всего требуется вакцинация от бешенства. Причем вакцинировать животное от бешенства необходимо не позднее, чем за 30 дней до выезда, иначе животное придется оставить. Вот такой паспорт нужно получать каждый раз, когда выезжаешь, или это единовременно? Паспорт заводится единовременно, когда вы приходите на вакцинацию со своим питомцем. То есть в любой клинике вакцинируют, это может быть частная клиника, ставится отметочка, какая вакцина, когда вакцинирован. Соответственно, вот с этим паспортом вы уже можете подъехать в государственную ветслужбу и получить свидетельство установленного образца. А вот паспорт могут получить только какие-то породистые собаки и кошки, у которых есть документы о том, что они в клубе приобретены? Или вот даже Рекс у нас может получить такой паспорт? Рекс обязательно может получить такой паспорт. То есть с любым питомцем можно получить? Не зависит животное с родословной, без родословной. Свидетельство, вернее ветеринарный паспорт выдается любому животному, который был вакцинирован. Ну, с кошками, собаками понятно. А если, например, с хорьком охота куда-то поехать, не оставить дома? Ну, хорек у нас относится к семейству псовых, соответственно. То есть у него собачий паспорт? Собачий паспорт, то есть специально для хорьков еще не разработали. Вот наши зрители интересуются, есть ли за границей места, в которые нельзя попасть? Если вдруг, например, в больницу с собакой нужно, не дай бог, есть ли какие-то преграды с нашими документами, с российскими? Ну, прежде чем поехать за границу, надо обязательно ознакомиться с требованиями государства. Потому что у каждого государства свои требования. Допустим, есть государства, куда нельзя вывозить бойцовских пород собак. Такие, как Германия, допустим. В Австралию существует карантин, и туда разрешен ввоз собак, только занесенных в список карантина именно государства Австралии. Россия в этот список не входит. Если вы, допустим, поехали в Австралию, то вы вынуждены будете 6 месяцев в какой-то третьей стране проходить, вернее, ваше животное должно в 6 месяцев проходить карантин в какой-то третьей стране. И только после этого его запустят в данное государство. Поэтому требования у каждого свои. И желательно перед тем, как вы собрались ехать, ознакомиться непосредственно с требованием данной страны. Ирина, а у вас есть домашние питомцы? Рекс у вас на передержке в фонде. А у вас личный домашний питомец имеется? Ездили вы с ним куда-нибудь или нет? Да, у меня есть собака, мопс, маленькая домашняя, квартирная, диванная собачка. К сожалению или к счастью, не знаю, я с ней никуда на дальнее расстояние не выбиралась. Только вот в автомобиле я ее также перевожу, то есть тоже спокойно себя ведет. Но опыта вот перелетов и приезда... Ну, как-то вот, то есть я предпочитаю все-таки, если я куда-то езжу отдыхать, то отдыхать все равно с собакой полноценной... Отдыхать от всех, от собаки в том числе. Да, конечно, все равно, конечно, да, с собакой полноценного отдыха, наверное, вряд ли получится такого, как хотелось бы. Поэтому стараюсь как-то находить просто родственников, знакомых, друзей, кому можно оставить собаку. Заинтересовала наших зрителей тема Австралии, спрашивают, можно ли из Австралии привезти с собой кенгуру. Нет ли там запрета на вывоз этих ценных животных местных? Я знаю, что они там их едят. Ну, одно дело есть, другое дело вывозить. Своё это своё, а вывоз другой. Дело в том, что даже у нас при вывозе, допустим, собаки, надо получить обязательно справку, документ о том, что она не является ценным экземпляром. Иначе, да, особо... Животное, которое представляет племенную ценность, его очень, честно говоря, морочно вывозить из государства. То же самое касается других. Вот, что касается длительных, да, переездов, когда, например, надо через океан лететь, да, на самолёте или долго в поезде, например, да, пребывание. Кто как из животных домашних их переносит? Понятное дело, что вот собаки легче, кошки сложнее, они вообще к дому привязаны. А вот другие питомцы, птицы, например, если вдруг кто-то решил. Зависит сугубо от психики. Птицы, кошечки, собачки. То есть есть очень уравновешенные животные и есть стрессовые животные, которые, независимо от видовой принадлежности, стрессуют на любую транспортировку, на любую смену жительства. Зрители наши спрашивают, нужно ли платить за переезд питомца, то есть есть ли вот какие-то билеты именно на животных, которые распространяются на поезда и на самолёты? Да, приобретается билет. Если вы везёте крупную собаку, то она обязательно должна быть в купе, ни в каком плацкартном вагоне. Не пустят? Крупную собаку нет. Ну и при перевозке, вот допустим, авиатранспортом обязательно идёт доплата за вес помимо билета. То есть если у вас собака крупная, то там в долларах или евро вам придётся заплатить за излишки.